Его надо заполнить. Финансовый кризис подобен многоэтажному карточному домику. Его строительство может занять долгие годы. События, которые кладутся в основу, не увязываются в единую картину происходящего, но у всех финансовых кризисов одна конечная стадия. Обрушение карточного домика из денег. А рядовому гражданину в лучшем случае удастся увидеть только верхушку сломанного финансового строения. Проще говоря, в реальности чёрт ногу сломит в попытке отыскать истинные причины падения экономики. Да даже тёртые специалисты до сих пор не въедут в эту капиталистическую заварушку. Ведь, как вы помните из выпуска о первом финансовом кризисе, я сказал, как вы помните, то есть вы же смотрели всё, верно. Так вот, первый финансовый коллапс, встряхнувший несколько стран, произошёл в 1857. Но кого, так сказать, это волнует? Ведь если и через 150 лет мы с вами становимся свидетелями загадочных событий, из-за которых люди теряют работу, деньги, а иногда и выходят в окно. А теперь мы поведаем историю ещё об одном мощном событии, которое история нарекла как «долгая депрессия». Да, вы скорее всего слышали о «великой депрессии», но изначально «великой» называли «долгую», а потом появилась «великая», и «великая» стала «великой», а ранее «великой» дали название «долгая». Вот, кто-нибудь, дайте уже заставку. Какую страну вы вспоминаете первой, когда говорят о мировом финансовом кризисе? А-а-а, неверно. Эта история начнётся с Германии. А точнее, тогда ещё Пруссия, возглавляемая известным многим железным канцлером Отто фон Бисмарком. Ближе к 1871 году завершался процесс формирования Германской империи, то есть когда вокруг той самой Пруссии создавалось единое государство с немецкоговорящими жителями. Ну и так сказать, в процессе данного события, когда господин Бисмарк наприсоединял северное государство, он обратил свой взор на юг, чтобы доприсоединять и там. Но такая бодяга совершенно не устраивала Францию, так как не хотел видеть сильное объединённое государство прямо на своей границе. А Бисмарк, будучи стратегом 80-го уровня, понимал две вещи. Первое. Война с Францией произойдёт до формирования Германской империи. И второе. Именно Франция должна быть агрессором, чтобы южно-германские государства охотнее объединились с Пруссией в борьбе против общего врага, который ещё и полез первым. Короче говоря, Бисмарк войну спровоцировал, затем её выиграл, южное государство присоединил, от Франции бонусом чутка отжал территорий, формирование Германской империи завершил и, как подобает Серому кардиналу, сделал королём другого перца вместо себя. Канцлер сумел предсказать такой сценарий и разыграл всё по нотам. И так понятно, что этот мужик обладал развитыми показателями внимания, реакции, памяти, концентрации и мышления. Но если в прошлом такие стратегии рождались один на миллион, то сейчас эти навыки можно тренировать на платформе Викиум. Совместно с психологами и экспертами Центра тестирования при МГУ, Викиум разработал методику тренировок с помощью игровых тренажёров. Для начала платформа предложит вам пройти вводное тестирование, после чего специальный алгоритм составит программу развития, которая будет эффективна именно для вас. Всего 15 минут занятий в день, и уже через две недели вы улучшите работоспособность, скорость обучения и концентрацию. Поэтому, если хотите шарить в карьере, в жизни, да и в целом разруливать проблемные вопросики, ссылка на Викиум будет в описании. А что здесь важно нам? То, что, помимо прочего, Железный Канцлер запросил у Франции откуп в 5 миллиардов франков. Франция, конечно, попыталась вначале сбить цену до полутора миллиардов, но Бисмарк ответил, «В таком случае Пруссия оккупирует Францию, и тогда посмотрим, сможем ли мы добыть 5 миллиардов самостоятельно». В общем, Железный Канцлер оправдал свое прозвище, и Франция согласилась. Таким образом, Франция выплатила Германской империи 5 миллиардов французских франков, и на тот момент у Франции годовой ВВП составлял всего 20 миллиардов франков. И хоть выплатить 5 миллиардов франков нужно было не сразу, но, тем не менее, это составляло 25% годового ВВП. Это если бы России сказали выплатить 26,5 триллионов рублей. Еще для сравнения, доходы в госбюджет у нас только 20 триллионов. Сами понимаете, насколько колоссальными были экономические потери для Франции. И это только контрибуция. Мы не говорим о затратах на войну в принципе. В общем, господин Бисмарк попросил с Францией четверть ее ВВП. Так еще и территории Эльзас-Лотарингии забрал. Как вы понимаете, Германская империя получила неплохой такой буст к экономике. Так еще Франция выплатила мзду на 2 года раньше. Таким образом, в сентябре 73-го Франция выплатила контрибуцию 5 миллиардов франков. Все были в шоке. Тогда эксперты вообще не ожидали, что она сможет выплатить вовремя. А о досрочном погашении долга тогда никто даже не задумывался. 80% полученной контрибуции немцы потратили на покрытие расходов войны. Помимо очевидных трат, сюда входили пенсии, покрытие расходов южногерманских государств, возведение крепостей, а также рейхстага, который сегодня является немецким парламентом. Победа в франко-прусской войне и последовавшие огромные деньги от Франции запустили новую экономическую фазу в Германии, которую красиво обрекли Грюндрц... Короче, назвали период после 71-го эпохой основателей, который продлился не очень долго, но об этом позже. Надо посмотреть, что там в цитадели капитализма. Итак, в 1865-м в Америке заканчивается гражданская война победой северян. Для многих американцев тогдашний «король севера» Абрахам Линкольн заслуженно считается национальным героем. Но в данном выпуске нам интересно экономическое положение дел. После гражданской войны продолжается бум строительства железных дорог. Несмотря на то, что война сжирала как человеческие жизни, так и ресурсы страны на протяжении 4-х лет, железнодорожное строительство продолжало разрастаться как морской спрут. Если в 60-м насчитывалось 49 тысяч километров, то через 10 лет уже 85 тысяч. И это при условии тяготы войны. За этот период была построена самая важная дорога из всех, о ней даже пишут в истории. Это Тихоокеанская железная дорога. Своей протяженностью в 3000 километров она соединяла запад и восток страны. Чуть позднее, в 76-м, появится первый трансконтинентальный экспресс, который доставит пассажира из Сан-Франциско в Нью-Йорк за 83 часа. А каких-то 10 лет назад такой путь занял бы месяцы путешествия по земле или недели морем. И после успешного строительства трансконтинентальной железной дороги практически сразу возникла идея построить еще одну, только чуть повыше, на севере. В 70-м году за эту идею взялся банк Джей Кук энд Кампани. Джей Кук, будучи матерым банкиром, смотря на успех первой Тихоокеанской дороги, видел перспективы в строительстве второй. Как видели те, кто пропустил биткоин по тысяче и купил его за 19 тысяч. Но пока будем без спойлеров. Тем не менее, после гражданской войны в США происходила цепь событий, которая ударяла по американской экономике. Черная пятница в 69-м на Нью-Йоркской золотой бирже. Великий чикагский пожар 71-го, который уничтожил большую часть города. В 72-м появляется конский гриб, который массово заражает лошадей. А я напоминаю, лошади это главный общественный, личный и производственный транспорт. Другим сильным ударом по экономике выступил отказ Германии чеканить серебряный талер в 71-м, тем самым снижая спрос на серебро, закупаемом в США. Так мало того, что от снижения спроса, а следом и снижения цен, в шоке оказались серебряные рудники западных штатов, например, Невада, Голорадо и Айдаха. Так в 73-м США вообще отказывается от биметаллического стандарта. То есть, если раньше можно было прийти в банк со слитком серебра, то тебе переплавляли слиток в серебряную монету. Серебро наряду с золотом обеспечивало все имеющиеся банкноты, и в среднем была фиксированная ставка, что за 15,5 унций серебра можно было приобрести 1 унцию золота. Но теперь остался лишь золотой стандарт, а цена серебра начала снижаться. Некоторые экономисты окрестили это событие преступлением 1873 года. Ну, это представьте, если сейчас страны-импортеры нефти скажут «Да в задницу вашу нефть! У нас тут топливо из воздуха до электромобилей! Не будем по 60 долларов покупать ваши баррели! Максимум возьмем за 50, а в будущем еще ниже!» Тогда действительно пришлось бы поджать пояса. А пока колыхания продолжаются в Германии. Ведь вы помните, да? В страну хлынуло бабло. Контрибуция, перечисленная за два года, была в три раза больше, чем количество всех денег в обращении Германии. Давайте еще раз. В страну пришло денег в три раза больше, чем обращалось на рынке. Такой наплыв денег не мог не одурманить, а, точнее, снести крышу жителям Германии. В стране возник взрыв спекулятивных инвестиций в железные дороги, как на внутреннем рынке, так и на международном. Особенно в ходу новые компании. Они же стартапы. Вот сволочи! С 19 века народа бывают! За последние два года было открыты компании больше, чем за последние 70 лет. Нет, ну вы просто вдумайтесь. Больше, чем за последние 70 лет. Денег было настолько много, что треть этих стартапов были банки. Стартапами были банки! Если в 70-м насчитывалось 48 крупных банков, то в 73-м уже 143. И это только в Берлине! Цены акций банков взлетели до небес. И, конечно же, за этим не отставали акций. Угадайте, мои дорогие подспечечники, акции чего? Вы же смотрели выпуск о первом кризисе? Правильно. Акции железнодорожных компаний. Росло всё, даже обычные цены. За три года они поднялись на 15-20%. Похожая ситуация происходила и в соседней Астро-Венгрии. Инвестиции в железные дороги, рост цен акций, да и рост денег в целом. И дата 9 мая 1873-го отмечена жирным красным крестом в календаре. Происходит обвал Венской биржи. Это спровоцировало панику здесь, в Германии и Астро-Венгрии, но также и в США. Так как первые страны инвестировали в американский бум. Акции банков, железных дорог, рудников обрушились на 70%. Сотни так называемых стартапов, банки, корпорации и железнодорожные компании были объявлены банкротами. Миллионы людей потеряли всё. В то время ещё никто не догадывался, что майское событие в Вене запустило долгую депрессию до 1896-го года. Парадоксально, что из всех стран больше всех пострадала Германия. Даже Франция справилась с ситуацией лучше. Там было без сильных падений. Что не поднималось, упасть не может. После слепой паники, когда инвесторы начали резко продавать активы и изымать средства из экономики, последовало снижение деловой активности, темпов производства, цен и прибыли. Из-за того, что стоимость немецкой валюты изрядно выросла на фоне других стран, то им было проще закупать товары из-за рубежа. Франция, Британия и Америка. Это очень сильно ударило по производственному сектору. Зачем производить, если можно купить дешевле? Ну и у Америки было всё не слава богу. Помните крупного игрока банковской сферы Джей Кука, который хотел провести вторую Тихоокеанскую железную дорогу? Так вот, если с 70-го по 73-й год находились инвесторы, готовые приобретать долговые расписки железной дороги, то вот после обвала акций в мае 73-го в Вене и крушения акций, народ что-то не горел больше инвестировать в железные дороги. И в это время Джей Кук энд кампани просто не смогла продать облигации для финансирования строительства. И тут понеслось. Раз нет инвесторов, нет и покрытия долгов. Нет строительства, нет и самой компании Джей Кук, которая 18-го сентября объявила себя банкротом. Зато есть финансовая паника. Все начали вынимать деньги из банков и из биржи. Впервые в истории Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась на 10 дней. Только за 6 лет 18 тысяч компаний обанкротились. Из них 89 железных дороги. В Америке начался период экономического спада. Безработица по разным данным достигала от 8% до 14%. То есть грубо говоря, 10-я часть граждан просто не могла найти работу. Ведь если большинство людей после войны были заняты строительством железных дорог, то после описанных ранее событий строительство практически остановилось. Если в 72-м было проложено 12 тысяч километров рельса, то в 75-м в 5 раз меньше. Как вы понимаете, задело вообще всех. И хоть мы говорили только про несколько стран. Чего стоит лишь факт, что в 94-м году цена пшеницы составляла лишь треть от уровня цен 67-го. Чтобы защитить национальное производство от дешевых цен, многие страны начали вводить политику протекционизма, облагая пошлинами ввозимый товар. Кризис поколебал многие страны, включая те, которые не были обозначены здесь, такие как Россия, Британия, Италия и Чили. И в разных странах протекало всё по-разному, хотя общая дата окончания кризиса – 1896. Но идея в том, что перед кризисом произошла череда непредсказуемых событий в разных странах, таких как война Германии с Францией и последующие выплаты контрибуции, инвестирование в железные дороги в США, снижение мирового спроса на серебро и переход к золотому стандарту, резкий взлёт акций компаний и обвал на бирже в Вене. Но как такие события можно увязать воедино в то время, когда основное средство передвижения – это лошадь? Да даже сейчас историки расходятся во мнениях, определяя истинную причину долгой депрессии. Более того, есть даже версии, что никакой долгой депрессии не было. Ну, точнее, спад-то какой-то был, но вот прям до депрессии не доходило. Особенно до той самой, известной всеми, Великой депрессии. О ней, кстати, речь пойдёт в следующем выпуске. А за возможность создания следующих роликов мы выражаем искреннюю благодарность гэпникам, героям, консулам и магистрам на Патреоне. Эти чуваки решили инвестировать в канал MyGap, и их вложения поддерживают производство MyGap на плаву. Да так, что в обозримом будущем не предвидится краха, как у Джей Кука и его северной Тихоокеанской дороги. Поэтому, если у тебя есть свободные серебряные или золотые монеты, можешь присоединяться к Патреону и прокачивать наше производство. За разные уровни влияния предусмотрены разные награды. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте кидать это видео своим друганам. Для некоторых из вас увидимся на Патреоне, а для всех остальных увидимся на следующей встрече. Субтитры сделал DimaTorzok